Здравствуйте. Ребята, готовы сказку слушать? А взрослые готовы? Сегодня интересная сказка. Японская. Послушайте, не пожалеете. Горное чудище Амои. Давно-давно это было. Жил в одной деревне Бочар. Как-то раз пошел он в соседнюю деревню бочки чинить. Было раннее утро, еще третьи петухи не пропели. В верхушке гор красным огнем горят, а в бамбуковой чаще хоть фонарь зажигать так темно. Идет Бочар по тропинке вверх на гору, вниз с горы, петлей вокруг горы и снова вверх на гору. В руках держит легкие бамбуковые обручи. Эти обручи он на бочке напевал, чтобы крепко дружной семьей держались вместе дощечки-клепки. Идет и напевает. Что круглей клубочка? Бочка? Бочка. Только бочка, только бочка. Сутантон, сутантон. Что красивее голубочка? Бочка? Бочка. Только бочка, только бочка. Сутантон, сутантон. Очень Бочар свое дело любил. Вдруг слышит он хлоп, хлоп, словно мяч по земле прыгает. Взглянул Бочар вниз с горы. Беда. Скачет ему навстречу по тропинке страшное чудище. Нога у него одна и глаз один, а вот рук, как нарочно, две и обе с когтями. Затрясся Бочар от страха, думает про такое пугало. Я никогда не слыхивал. А чудище смеется. Эй, Бочар, так я, по-твоему, пугало? Еще сильнее Бочар испугался. Откуда он знает, как я его в мыслях назвал? Убегу-ка я скорее направо по тропинке на Кипарисовую гору, к лесорубам. Они меня спасут. А чудище хихикает. Ага, Бочар, ты от меня на Кипарисовую гору убежать хочешь, вон по той тропинке. А я прыг-скок, забегу вперед и поймаю тебя. Угадал он, подумал Бочар. Побегу-ка я налево, на Сосновую гору, к угольщикам под защиту. А чудище хохочет. Так вот, что ты затеял. Хочешь на Сосновую гору бежать, ведь верно? А я твои мысли в раскрытой книге читаю. Совсем Бочар духом пал. Все мои мысли горное чудище читает. Все наперед знает, что не подумаю. Пропал я. Нет мне спасения. Правда твоя, Бочар, заливается смехом чудище. Что ты затеешь? Я все разгадаю. Не даром меня зовут, а мои угадчик мыслей. Но хватит болтать по пустякам. Завтракать пора. Облизнулся о мои, разинул пасть и поскакал вверх по тропинке к Бочару. А Бочар и бежать не может. Ноги к земле приросли. Посыпались у него обручи из ослабевших рук. Покатился один обруч вниз с горы. Запрыгал, словно заяц. Да как, щелкнет вдруг чудище по лбу. Пон! Ой-ой-ой! Завопил о мои от испуга. А тут второй обруч его по лбу. Пам! Прыгают обручи, катятся. Третий, пятый, десятый. И каждый о мои по лбу щелкает. Пам-пам-пам! Завопило чудище диким голосом. Ой, боюсь, боюсь, ой, боюсь! Значит, человек может нападать, не подумав. Сначала проглотит, а потом уж подумает, что хорошо бы меня съесть. Как же я хитрости человека разгадаю. Ой, боюсь, убегу на край света, туда, где люди не водятся. А то еще чего доброго съедят меня, бедолагу. С тех пор никто больше не видел страшного о моей. Слушают люди рассказ про него и смеются. Глупое чудище. Ведь бочар нечаянно из рук обручи выронил. В голове у него от страха ни одной мысли не было. Но ведь бывает и так. Человеку и надо бы наперед поразмыслить. А он на обум поступает, не подумав. И покатится у него нужное дело под гору, словно обруч. Только всем ли, как бочару, от этого счастье? Есть над чем поразмыслить, правда? Вот и подумайте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok